Ну что ж, а вот и я с новым видео. Я давненько собирался сделать видос по этой игрули, но каждый раз откладывал, и вот наконец решился. Сил было потрачено много, как и времени, поэтому заранее прошу поддержать видик лайкусика, тебе не сложно, а мне очень приятно. Не забудь сделать красную кнопку подписки серой, бери что-нибудь покушать и погнали! Всем привет, с вами Найт, и сегодня я хочу поговорить про Dishonored, один из лучших представителей иммерсив симов и стелс-экшен игр в целом. Впервые я познакомился с этой игрой летом 2015 года и прошел ее два раза подряд, на плохую и хорошую концовку, о чем расскажу немного подробнее чуточку позже, а пока по классике немного о разработке. Dishonored была разработана французской студией Arkane на движке Unreal Engine 3 и издана великой и ужасной Bethesda, кстати купи Skyrim, 9 октября 2012 года в США и 12 октября на территории России на Xbox 360, PlayStation 3 и ПК. А 25 августа 2015 года вышла переработанная версия Dishonored Definitive Edition для приставок нового на тот момент поколения PlayStation 4 и Xbox One. Разработку курировали далеко не последние люди в игровой индустрии. Геймдизайнер и основатель Arkane Studios Рафаэль Калантонио и Харви Смит, который успел поработать главным дизайнером в разработке легендарной Deus Ex 2000 года. К разработке был также привлечен Виктор Антонов, который был главным дизайнером в Half-Life 2 2004 года и в Dishonored его дизайнерский почерк виден невооруженным глазом. Итак, давайте же пройдемся по сюжету игры и вспомним о чем была Dishonored. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Игра начинается с того, что главный герой Корво Аттана, который служит императрице Джасамин в качестве лорда-защитника, возвращается домой после многомесячных странствий в поисках способа борьбы с крысиной чумой. Изначально императрица хотела оставить Корво и отправить на то задание кого-то другого. Но так как она доверяет только своему лорду-защитнику, поехать выполнять это поручение пришлось все-таки ему. Итак, по прибытии домой нас встречает принцесса Эмили, дочь Джасамин и по совместительству наследница трона. Девочка просит Корво поиграть с ней в прятки, а так как это стелс-экшен, игра в прятки с юной наследницей это своего рода обучение скрытности, хотя есть вариант отказать ей и пойти сразу к императрице. Что ж, идем играть в прятки. Эмили дает нам 10 секунд, чтобы спрятаться, чем мы и пользуемся. Принцесса как-то слишком лениво пытается нас найти, даже никуда не заглядывая, после чего говорит, что сдается и теперь нам пора уже наконец показаться самой императрице. По пути мы встречаем Тадеуса Кэмпбелла, верховного смотрителя аббатства, портрет которого пишет королевский ученый и вообще на все руки мастер Антон Соколов, который говорит, что наша поездка была напрасной тратой времени, ибо эликсир, который он создал, спасет город от чумы. Кэмпбелл и вовсе сказал, что чума приходит изнутри нас и мы все должны просто укрепиться в вере, чтобы все было хорошо. Ну, удачи ему чё. Дойдя до императрицы, мы видим, как она и лорд регент о чём-то спорят. Регент, который, конечно, не злодей, уходит, и мы наконец-то можем поговорить с её величеством лично. Корва передаёт же самим конверт, в котором говорится, что город хотят поставить под блокаду и подождать, когда в нём все тупо вымрут. План огонь, что ещё сказать. В какой-то момент императрица обращает внимание, что куда-то пропала вся стража, и тут мы видим, как по соседней крыше бегут какие-то люди, телепортируются к нам и начинается замес. Тут игра нас учит, как стрелять и махать шпагой. Пытаемся дать им отпор, и у нас даже получается, и на мгновение кажется, что всё обошлось. А внезапно появляются ещё двое. Один из них обездвиживает Корва, подвесив в воздухе, а второй пронзает королеву мечом, после чего они похищают Эмили и скрываются. Мы подползаем к ещё живой Джессамин, она просит нас найти и спасти Эмили, после чего фидит. Но тут, внезапно, появляется лорд Регент с двумя стражниками и обвиняет Корва в убийстве императрицы. Его вырубают, и теперь он... Обесчащенный! Придя в себя, мы видим перед собой ранее упомянутого Кэмпбелла, который просит Корва подписать признание в убийстве императрицы. Нам выжигают клеймо, после чего приходит лорд Регент, и на пару с Кэмпбеллом они ставят Корва перед фактами, мол, ничего личного, ты просто оказался не в то время, не в том месте. Да, тебе не повезло, и тебя казнят. Такие дела, не обессудь. Императрица мертва, и теперь власть... Это мы. Корву вводят в камеру, и один из охранников приносит нам поднос с едой, который нам передали некие друзья. Съедаем кусок хлеба, и видим, что под ним лежит ключ от камеры и записка, в которой расписан план действий, чтобы Корвас мог сбежать. Выбираемся из камеры, и забираем так удачно оставленную охранником саблю, пару монет, и по-тихому направляемся в допросную, где, как было сказано в записке, мы сможем найти взрывчатку, которую нам надо будет использовать, чтобы взломать дверь, через которую мы сбежим. Проходить игру я решил преимущественно по стелсу, и по возможности без убийств, чтобы к финалу получить хорошую концовку. Просто если всех только убивать, то чума распространится быстрее, и концовка будет плохая. Да и вообще, мне на самом деле по стелсу куда интереснее проходить подобные игры. Идти тупо напролом слишком скучно. Хотя иногда приходится вступать в прямую конфронтацию, но тут это у меня происходит редко. Итак, доходим до допросной комнаты. Находим сейф со взрывчаткой, забираем ее, и направляемся к месту ее использования. По пути выходим на тюремный двор, по стелсу пробираемся за спину к охраннику, забираем ключ и идем дальше. Укладываем отдыхать еще пару стражников, и добираемся до рычага, открывающего здоровенную дверь, за которой нам и предстоит совершить свое взрывное деяние. За дверью видим еще одного несчастного стражника, вырубаем его, но тут меня замечает другой, и начинается чистейшее ультранасилие, которого я так избегал. Да, каюсь, убивал врагов в стелс игре. Но, бля, с таким кайфом. Итак, ставим взрывное устройство на дверь, ба-бах, и прыгаем в воду. Переплываем на другой берег и спускаемся в катакомбы. Все, как и было сказано в записке. Там должно быть наше снаряжение, которое нам оставили некие друзья. В катакомбах водятся стаи крыс, которые могут запросто вас сожрать, поэтому стараемся не попадаться. Чтобы лишний раз не рисковать, я просто проплыл по каналу до нужного места и пошел дальше. На пути мне встретился такой вот вертель, у которого лежит труп. Труп убираем его, чтобы не мешался, крутим вертель и открываем дверь. Так как я уже проходил игру, я помню, что дальше у нас будут снова толпы крыс, и мне нужен труп, чтобы их отвлечь. Поэтому беру снова этого жмуряка, дабы накормить грузунов и без помех пройти дальше. Но, как оказалось, местные крысы дофига гурмана, и уже подпортившееся мясо они не едят. Поэтому берем так удачно только что скинутые свежие трупы и отдаем их крысам, а сами идем быстренько открывать двери, пока хвостатые твари кушают. Итак, добираемся до снаряжения. На сундуке находим записку, где сказано, что на выходе из катакомбу реки нас будет ждать лодочник. По пути укладываем спать несколько недружественных и не особо приятных, далеко не молодых людей посредством усыпляющих дротиков. И, наконец, встречаемся с лодочником по имени Сэмюэль, с которым отправляемся в паб Пёся Яма, что находится в квартале, половина которого, как считается, вымерла от чумы. Лорд Реген думает, что там уже никого нет, поэтому туда никто не суется. Итак, заходим в паб, и там нас встречают Адмирал Хевлок и Лорд Педалтон. Эти двое организовали союз лоялистов и пытаются противостоять тирании Лорда Регента. И Корво, как бывший личный охранник Императрицы, будет очень полезным союзником для них в силу его умений и опыта. После заходим к Пьеро, у которого в дальнейшем можно будет покупать различные полезные штуки. Помогаем ему починить его станок, и он вручает Корво маску Ассасина, в которой нас никто не должен будет узнать, после чего Корво идет спать. Проснувшись, Корво замечает, что все вокруг какое-то странное, и тут мы понимаем, это сон. Или потустороннее измерение, не совсем понятно. Там нас встречает этот странный чел, который представляется именем Чужой. Он говорит, что Корво предстоит сыграть важную роль в грядущих событиях, и наделяет нас магическими силами, и ставит свою печать на ладони. Чужой уходит, и далее игра учит нас, как управлять магией. О, отсылка на Ассасина. Первая суперспособность, которая у нас появляется, это телепортация. Дальше в течение игры мы будем находить на уровнях руны и амулеты Чужого, благодаря которым сможем получать новые способности и прокачивать уже имеющиеся. Руны мы будем искать благодаря этому странному сердцу, которое нам вручил Чужой. Мы снова просыпаемся, но на сей раз уже по-настоящему. Идем к Хевлоку, и тот сообщает, что нам нужно устранить верховного смотрителя Кэмбелла, и забрать его личные записи, в которых, вероятно, есть инфа про Эмили и то, где ее держат. Также он попросил Корва вызволить из плена смотрителя Мартина, который тоже один из лоялистов. Идем к лодочнику и отправляемся в винный квартал. Прибыв на место, я решил немного отвлечься и поискать руны для прокачки. И встретил безумную старушку по имени Старая Ветошь. Она просит Корва проучить мерзавцев, что ей докучают, и постоянно приходят к ней. И они сейчас, кстати, снова пришли. Но сначала идем забирать руну. Берем, и тут появляется Чужой. И немного рассказывает нам про старую Ветошь. Мол, раньше ее руки добивался сам Император, и вообще она была топтяночкой всей Империи. Но потом что-то случилось, и она ебнулась. Ладненько, идем разбираться с челами, которые достают бабку. С удовольствием, но небольшой долей сожаления убиваем этих джентльменов, что мешали жить старушке. И в награду за это получаем от нее руну. После Ветошь предлагает провернуть еще одно дельце, за которое она нам даст еще одну руну. Нужно будет пробраться в лабораторию некого доктора Гальвани и стащить оттуда какую-то заразную штуку, которую надо будет подмешать в запасы противочумного эликсира банды, члена в которой мы уложили пару минут назад. Идем туда. Вообще, знаете, прелесть Dishonored в том, что левел-дизайн выстроен таким образом, что добираться до цели ты можешь совершенно по-разному. Можно лезть по трубам и фасадам зданий, как я. Можно пробираться по низу среди улиц, прячась в мусорных баках и ныкаясь за кустами. Либо вообще в тупую зарашить. Такое разнообразие мы любим, такое мы одобряем. Итак, задание. Пробираемся в дом Гальвани, стелсим в его лабу, забираем то, что нужно и идем на базу тех бандитов. Пробираемся к установке для приготовления эликсира и заражаем его. Возвращаемся обратно к ветоши и снова получаем от нее руну. И теперь идем на основное задание устранения Кэмпбелла. Итак, красиво в замедлении времени устраняем стражу, еще немного стелса и мы выходим на небольшую площадь, на которой пленен Смотритель Мартин, которого нужно спасти по просьбе Хевлока. Его охраняет один из стражников. Выжидаем, когда тот договорит, отойдет от Мартина и повернется к нам спиной. Подкрадываемся к нему. И тут я хотел его усыпить, как обычно, нажав на левый контрол. Но Корва почему-то вместо удушающего начал ставить блок шпагой, который тоже, кстати, на левый контрол. И меня, конечно, заметили. И мне пришлось его просто прирезать. Тут, как я понял позже, Корва не душит врага, если к нему стоять вплотную. Нужно держать небольшую дистанцию. Иначе Корва будет, как в моем случае, ставить блок шпагой. Ладно, я немного отвлекся. Освобождаем Мартина. И тот говорит, что нас сегодня ждет дело чрезвычайной важности. Спасение Эмили. Поэтому нужно поскорее устранить Кэмпбела. Пробираемся в нужное здание. Красиво устраняем двух стражников. Прячем первого. Прячем второго. Еще раз прячем второго. И еще раз. Ладно, тут он тоже неплохо смотрится. Проникаем в очередное помещение. И укладываем отдыхать несчастного стражника. Забираем нужные бумаги. И идем в кабинет самого Кэмпбела. В котором у него будет встреча с челом, которого он хочет отравить поддельным вином. Перемешиваем содержимое обоих стаканов, дабы отравить обоих. И прячемся под столом. Они выпивают. Умирают. Ура, победа! Возвращаемся в Песюяму. И встречаем там освобожденного Мартина и Хевлока. От которого узнаем, что в записях Кэмпбела, что мы стащили, было все необходимое. И инфа о том, где держат Эмили. Держат девочку в борделе под названием Золотая кошка братья нашего союзника Пэддлтона, Морган и Кастис. Которым, к слову, также принадлежат голоса в парламенте, которых лоялистам так не хватает. Идем в Золотую кошку. Но для начала мы сходим к Слегджеву, главарю банды Боттл Стрит. Людей из которой, кстати, мы завалили, помогая старухе. У Слегджева есть для Курва предложение. Мы выполняем для него работенку, а он взамен помогает нам устранить близнецов Пэддлтонов в Золотой кошке без крови. Слегджев говорит, что кто-то убивает его людей и обворовывает его. И он думает, что это Гальвани, в доме которого мы были ранее. Слегджев послал в дом этого Гальвани своего человека, но тот пропал. И Корва нужно разобраться, что там произошло. Сделаем дело, и глава банды поможет нам пробраться в Золотую кошку. Идем на задание. Итак, снова пробираемся в дом Гальвани. Кладем спать одного стражника, поднимаемся к кабинету, укладываем еще двоих и видим на столе труп лазутчика Слегджева. Подбираем лежащую рядом с ним аудиограмму и идем обратно к главарю банды. Передаем ему аудиозапись с последними словами Кроули. Так звали того мертвого лазутчика. В аудиограмме Кроули сообщает, что Слегджева кто-то хочет убить и подмять под себя всю его винокурню и всю его банду. И он уже было собирался сказать имя, но тут запись прервалась. Глава банды благодарит Корва и дает нам ключ от заброшенного отеля Капитанский мостик, через который мы сможем относительно безопасно подобраться к Золотой кошке. Но перед тем, как мы пойдем в кошку, Слегджев дает нам последнее задание, после которого он поможет Корва без капли крови убрать близнецов Пэдалтонов. В Золотой кошке нам нужно отыскать некого торговца картинами, у которого мы должны узнать код от его сейфа и принести его Слегджеву. Он в свою очередь поможет нам с близнецами. Итак, добираемся до Капитанского мостика и наконец выходим к Золотой кошке. Вырубаем охранника и прячем его на вентиляционной трубе. Ну ладно, так тоже сойдет. И вот мы добрались до торговца картинами, который оказывается жестким БДСМщиком. Немного бьем его током, как он просит, но когда торговец говорит, что пора закругляться, продолжаем фигачить его током до тех пор, пока он не сдастся и не скажет нам код от сейфа. Получаем код и идем освобождать Эмили, но сначала забираем у главной сутенерши универсальный ключ от Золотой кошки. Освобождаем мелкую, с помощью универсального ключа открываем дверь, Эмили уходит и теперь идем к Слегджеву. Передаем ему комбинацию от сейфа, он сдерживает слово и говорит, что по-тихому и почти без крови устранит близнецов, отрезав им языки и отправив их работать на их же шахты. Итак, возвращаемся с Эмили в пёсию яму и идем к нашим друзьям-лейлистам Хевлоку и Мартину. Они нам говорят, что в дневнике Кэмпбелла, который мы истощили ранее, есть заметка, что любовница лорда-регента, который организовал подставу Корва, позировала Соколову, художнику и королевскому лекарю. Нам нужно похитить этого Соколова и узнать у него имя этой любовницы. Идем искать Соколова. Его квартира находится у моста. Туда и отправляемся. На мосту ничего особо интересного не происходило, поэтому скипаем и вот мы уже у Соколова. Вырубаем его, тащим в лодку с Эмили и отправляемся снова в пёсию яму. Там обнаруживаем, что Соколов уже очнулся и сидит в клетке, где его допрашивают, пытаясь узнать имя любовницы-регента. Соколов говорит, мол, я человек несгибаемый, я вам и слова не скажу. Немного припугнули крысами и королевский лекарь стал как-то позговорчивее. Соколов рассказал, что эту женщину зовут Леди Бойл. Но он не уверен, что это именно та самая Леди Бойл, ибо он писал её портрет со спины. Соколова должны были представить на маскараде сегодня вечером в честь этой леди, так что идем туда. Корба носит маску, поэтому влиться в толпу и найти нужную Леди Бойл, дабы устранить её любым способом, будет несложно. На улице у выхода нас встречает лорд Педалтон и просит нас передать записку Лорду Шоу, который тоже будет сегодня на маскараде. На нем будет маска Волка. Окей, идем на тусичь. Здесь я сделаю небольшое отступление. По-хорошему вообще, эту миссию нужно проходить предварительно, найдя билет на маскарад. Иначе какой-нибудь из стражников на мероприятии вас по-любому заподозрит и попросит выйти. Так у меня и вышло. На меня бы канули, но вроде все обошлось и про меня все забыли. Так что миссия на самом деле изи и без билета. Итак, для начала находим Лорда Шоу. Как оказалось, Корва на этой встрече выступает в роли стрелка на дуэли от имени Педалтона. Стреляемся и идем дальше по основному заданию. Изи. Заходим в особняк и первым делом идем угощать Сидром некую мисс Уайт в маске мотылька. Она говорит, что Вейверли сегодня в черном, а Лидия в красном. Они, как я понял, сестры и одна из них как раз та самая Леди Бойл, которая нам нужна. Далее просто ходим по комнатам и общаемся с людьми, пытаясь узнать что-нибудь про Леди Бойл. Тут нам встречается Лорд Бирсби в маске непонятно кого. Он говорит, что знает, за кем пришел Корва. Леди Бойл. Бирсби называет ее имя Лидия и просит Корва сохранить ей жизнь и отдать ее ему целой, ибо он ее любит и хочет, чтобы с ней все было хорошо и ничего не случилось. Он сказал, что будет ждать нас в погребе под кухней. Ну и я, играя за чела, который никого не убивает, почти, решил помочь мужику спасти любовь. Находим Лидию, заводим с ней разговор. Сначала галантно предлагаем даме выпить, но ее это, видимо, не интересует, поэтому переходим сразу к делу. Говорим ей, что пришли, дабы спасти, и ее в погребе уже кое-кто ждет, после чего она просто ничего не говоря сразу пошла в погреб. Следуем за ней. Эээ, дамочка, побыстрее можно, вас там вообще-то ждут, если что. Спускаемся к погребу. Тут меня чуть было уже не спалили, но я не растерялся и, уверяю вас, совершенно нелетально решил этот вопрос усыпляющим дротиком прямо стражнику в глаз. Итак, возвращаемся к Леди Бойл. Открываем ей дверь, но та просто молча разворачивается и уходит обратно. Нагоняем ее вновь и усыпляем. Простите, Леди, вы меня вынудили, надо было просто проходить в дверь, которую я вам открыл. Относим ее к Бирсби, тот благодарит нас и говорит, что однажды она поймет и научится ценить его. Вот это я понимаю настоящие здоровые православные отношения. Возвращаемся в песью яму и снова к Хевлоку с Мартином. Они сообщают нам, что из злодеев остался лишь лорд-регент, который засел в своей башне и его, собственно, надо наказать. Пробравшись в башню, направляемся в его покои. За дверью слышны голоса стражников и наши цели, поэтому прячемся на крыше кровати, выжидаем удобный момент, вырубаем засранца и прячем тело. Охранники, заподозрив что-то неладное, врываются в комнату и начинают нас искать, но мы находим их раньше и укладываем спать. Далее идем на станцию вещания, откуда транслируются пропагандистские речи правительства, где встречаем вот этого челика. Он умоляет его не убивать и предлагает помочь подставить лорда-регента. Работяга говорит, что главгад записывает на аудиограммы все свои грязные секретики и прячет их в сейфе в личных покоях. Он называет нам комбинацию от сейфа и мы идем обратно в комнату злодея. Лутаем сейф, возвращаемся обратно к работяге и проигрываем аудиограмму, где регент озвучивает свой план через общее вещание и... О бой! Какой же это тупой план! Регент, дабы избавить общество от нищеты, завез крысы с пандусией. Это, как я помню, один из континентов в мире игры, чтобы они позаражали бедняков и те просто повымирали. Но регент упустил один такой маленький момент. Крысам максимально наплевать, кого кусать, поэтому все пошло по одному месту и чума разрослась по всей стране, затронув вообще всех, бедных и богатых. Императрица дала регенту задание выяснить, откуда взялись эти твари, но тот знал, что правда рано или поздно всплывет на поверхность и решил просто избавиться от королевы. После мы видим, как регента задерживает его же стража и куда-то уводит. Окей, идем к Сэммиюлю и отправляемся в пёсию яму. Прибыв на место, видим, что нам все аплодируют, ведь мы положили тирании конец. Пэддалтон говорит, что Эмили наконец-то взойдет на престол, а доброе имя Корва будет очищено. Но вскоре Корва начинает немного мутить, поэтому идем отдыхать, но не дойдя до кровати, Корва валится с ног и вырубается. Видимо, в стакане был мистер Сидор. Очнувшись, мы видим рядом лоялистов и понимаем, нас предали. Они собираются явить тело Корва народу, чтобы показать, что якобы они поймали убийцу королевы и их сделают народными героями. Предатели уходят, но Сэммиюль остается и говорит, что это он подлил яд в стакан Корва, но лишь половину дозы, ибо не мог поступить иначе, так как за ним пристально следили. Блин, вообще странно, что он не предупредил нас об этом еще в лодке, но да ладно. Сэммиюль кладет нас в лодку и отправляет в затопленный квартал, чтобы предатели нас не нашли. Тут на борту появляются двое челиков, которых мы видели еще в начале, когда те убили королеву. Нас поднимают на лифте куда-то наверх и там нас встречает Даут, человек, что убил императрицу. Он говорит, что тоже был в бесне и видел чужого. Даут говорит, мол, я знаю, каково это убить собственную императрицу, но я не знаю тебя, ты загадка, Корво, и я этого допустить не могу. После этих слов он выкидывает наше снаряжение, нас вырубают и Корво снова появляется в бездне, где его встречают чужой, пересказывает нам все, что произошло за последние дни зачем-то и мы просыпаемся в говне среди крыс в какой-то яме. Выбираемся из нее и отправляемся за снаряжением, что выкинул Даут. На пути видим двух его приспешников. Ранее я прокачал способность вселения в тело врагов, поэтому перемещаемся в тело этого бедолаги, беспрепятственно проходим мимо его друга за угол, покидаем его тело и укладываем спать. Потом я, как мышь, подкрался ко второму и тоже усыпил. Добравшись до снаряжения, я увидел, что вокруг бродит полно плакальщиков. Это что-то типа зомби, но не зомби, а люди, что сошли с ума от чумы. Тихо и совсем нелетально разобравшись с зараженными, забираем наши вещи и направляемся к логову Дауда. Пробравшись в здание, где прячется Дауд, мы видим, что тут полно его людей, но это вообще не проблема. Вселяемся в Крысыча и спокойно пробегаем в закрытый двор-колодец, откуда попадаем в открытое окно этажом выше и видим дверь в кабинет Дауда, рядом с которым мы подслушиваем, что на самом деле Дауд не хотел убивать императрицу, но его заставили. Собственно, его подставили, как и Корва. Вообще, сражаться с ним лично я бы не хотел, так как знаю, что он человек неплохой, а лишь тот, кого обманом заставили совершить ужасный поступок, но игра мне выбора не оставляет, поэтому врываемся в слоу-мо в комнату, стреляем дротиком в приспешника, а потом в самого Дауда, но я не учел один такой маленький момент. Он тоже обладает такими же силами, как и я, поэтому мои манипуляции со временем его не касаются. Правда, я не совсем понял, почему его не вырубило после попадания усыпляющего дротика, но да ладно, это не важно. Тут появляются еще эволюди, с которыми без проблем справляемся и продолжаем драться с Даудом. Вообще, битва с ним довольно клевая и эффектная, но, увы, весьма короткая. Было бы круто, если было бы еще что-то типа такого, что он бросает корова в окно, тот падает на улицу, Дауд прыгает за ним и продолжается эпичный махач, но это уже мои влажные фантазии. Итак, делаем финальный выстрел, который критично дамажит Дауда, но он успевает телепортироваться, но не особо далеко. Добираемся до него и он просит сохранить ему жизнь, и если вкратце, то Дауд говорит, что он, конечно, тот еще засранец и делал много всякого дерьма в жизни, но после похищения Эмили в нем что-то надломилось и он понял, что с него достаточно убийств и он хочет начать новую жизнь. Я сохранил ему ее и пошел дальше. Что ж, нам бы не помешало выбраться отсюда. Итак, пора идти. Впереди нас ждет путь через один из зараженных кварталов, кишащий всякой сранью, которая попытается убить Корба, после чего придется спуститься в старые катакомбы города. Там мы встречаем раненого челика из банды Слегджева. Он нам рассказывает про то, что на их винокурню кто-то напал, натравив стаи крыс и скрылся под землей. Их банда во главе со Слегджевом отправилась в катакомбы, чтобы найти обидчика и разобраться с ним, но их всех перебили и остался лишь он, а Слегджева, у которого, к слову, был ключ от катакомб, забрали. Из этого места без ключа не выбраться, поэтому идем искать главаря банды. По дороге я немного посражался с очень заебными цветами-мутантами, которые меня весьма жестко дамажили и в результате я вышел к старой ветоши, которая держит в плену Слегджева. Ну как в плену, она собирается его сожрать. И тут перед нами встает выбор. Либо мы помогаем старухе добыть косточки Слегджева и приготовить из него наваристый супец взамен на подарочки, либо убиваем ветош и спасаем мужика. Я, конечно, покушать люблю, супчики в особенности. Солянка в моем сердечке занимает особое место. Но. Слегджев выглядит не особо аппетитно, да и человечину есть завалить старую сумасшедшую суку и спасти мужика. Но убить ее обычным оружием не получится. Поэтому нам надо пробраться в ее комнату и найти там хреновину, которая является, фиг знает, типа жизненной батарейкой ветоши и бросить эту штуку в печь. Это я и сделал. Вообще, поняв, что ветош собирается сделать с беднягой, я пожалел, что вначале вообще и помогал и отравил лечебный эликсир банды. Ну вот, не заслужили они такого. Бабку, конечно, кошмарили зря, но такое участи они не заслужили. Мужик нас благодарит, дает пару сотен монет и мы отправляемся в песью яму, но вот незадача. Теперь там полно людей Хевлока, что нас предал. Идем в комнату Эмили, убрав по пути пару стражников, но вместо девочки находим лишь записку от нее. В записке говорится, что принцессу увезли на некий маяк на острове Кингспэррол. Эмили написала, что неподалеку ждет Сэмюэль, которому в случае чего нужно подать сигнал из ракетницы. Но прежде чем туда отправиться, нам нужно зачистить песью яму от недругов. Немного побродив по локации, находим Соколова и Пьеро, что прячутся в мастерской последнего. Они нам сообщают, что есть варик разом уничтожить всех врагов в один миг. Для этого нас просят зарядить ворванье аккумулятор, или как это называется, чтобы активировать супермощную электроустановку на крыше дома, которая одним мощным зарядом испепелит всех оккупантов. Окей, выполняем просьбу и вуаля, готово. От врагов остались лишь кучки пепла. Вызываем лодочника с помощью ракетницы и отправляемся за Эмили на Кингспэрол. Прибыв на место, вырубаем башню слежения. Оцениваем ситуацию и максимально на чиле последовательно и методично тихонечко убираем стражников. Находим крысача, вселяемся в него и через вентиляцию пробираемся к нужной двери. Далее нам надо добраться до подъемника на маяк, но на пути видим одного из охранников. Нежно входим в его тело и беспрепятственно минуя его товарищей доходим до лифта. Кладем отдыхать нашего беднягу, тырим ключ от двери и наконец попадаем в лифт. Поднявшись, выходим и попадаем в сам маяк, который изнутри как полноценный дворец. Прячемся на шкафу и видим засранца Хевлока. Вселяемся в него, уводим за угол и укладываем отдыхать. Потом я заметил, что Пэддлтон и Мартин мертвы. Их отравил Хевлок. Земля им железобетоном, чё сказать. Вызволяем Эмили из плена и далее нам показывают, что всё в итоге стало хорошо. Эмили взошла на трон, а Корва стал её советником и защитником. Ну и что получается? Конец. Титры. Игра топ, всем советую. Ребят, если вам понравился видос, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте обсудим игру там поподробнее. Наберём сотню лукасов и я сделаю видос по второй части. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!